Духовые и ударные инструменты Духовые. Самые первые духовые инструменты изготавливались в изделии. Но вот кто и когда первым додумался проделать отверстие в камыше или в баллоке, мы с вами, к сожалению, не знаем. Однако можем пролить легенды. А вот легенд на музыку существует очень-очень много. И вот одна из них – Василий. Бог лесов, уродный пан, влюбился в красавицу нимфу Силимс. Стал преследовать и надоедать ей. И в страхе нимфа бросилась к реке, умоляя своих сестер тоже нимфу спрятать ее. Все острые превратили Силимс в тростник. А разгневанный пан срезал этот тростник и сделал из него ловкозвучную флейту, которая стала его любимым инструментом. КОНЕЦ КОНЕЦ Деревянная плита у нас металлическая. Изготавливается из нигеля, серебра, золота, платины. Но очень редко все же встречаются деревянные плиты. Еще реже можно встретить плиты из других подъела, например из стекла, ну а также из пластика. Интересно, что по утверждению исследователей, занятие плиты позитивное влияние оказывает на интеллектуальное развитие детей, помогает укрепить иммунитет и оказывает физиологический эффект к респираторным заболеваниям. Представляете, даже такое есть. КОНЕЦ 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 бас-кварнета – это усиление басовой линии. Композиторы порой доверяют ему сольные моменты, когда надо изобразить эпизод тревожного драматического характера. Давайте мы с вами послушаем этот случай бас-кварнет. Спасибо. Вам понравился этот инструмент? Да. Ну, здорово. А теперь, ребята, послушайте, как виртуозно будут звучать четыре кларнета в ансамбле. Сейчас исполнят арагонский танец из оперы «Кармен» Джорджа Бюзе. Исполняют Андрей Киреяк, Владимир Руденко, Денис Кизмичан и Тимофей Друза. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. 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 В пещере горного короля. Так. А кому понравился звук этого инструмента? Поднимите ручки. Здорово. Так. На фаготе, ребята, можно начать учиться с 9-10 лет. И для игры на фаготе требуются все пальцы обеих рук. Чему не требуют другие инструменты. Спасибо. Изготавливают фаготы исключительно из легкой кленовой древесины. Если не считать некоторые школьные модели, которые полегче, а не из пластика. Стоимость фаготы может доходить до 30-ти тысяч евро. Ну, речь идет об инструментах знаменитой фирмы. Долгое время в фаготу отходилась помогательная роль в оркестре. Но все изменилось с рождением жанра оперы. Композиторы увидели в этом инструменте нечто особенное. Отныне фагот в фагот стал обладателем эскрессивного и насыщенного обертонами тенгра. С легкой и подсой. Стал ярким и полноценным солистом. Давайте послушаем, как будет звучать фагот. Мы услышим старый замок Модеста Петровича Мюсорского. В исполнении Виктора Сановатия и концертмистера Алены Сановатий. Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Тorzok 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 Дима Торzok Дима Торzok Дима Торzok Дима Торzok Дима Тorzok Дима Тorzok Дима Торzok Дима Торzok Играет музыка Играет музыка Играет музыка Играет музыка Играет музыка отличается большой технической подвижностью. Расход дыхания на трубе неправильно небольшой, поэтому на ней возможно исполнение широких и яркого тембра и большой протяженности мелодических фраз. Стакатная техника на трубе блестящая и стремительная. Сейчас мы с вами послушаем исполнение дуэта трубачей Андрея Фрук и Дениса Смышляева Болеров Камиля Синцанса. Аплодисменты 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 Тромбон, кто не слышал, будет исправляться, правильно? Название тромбон пришло к нам из Италии. Там оба тромбони означают «большая труба». Посмотрите на инструмент. Инструмент действительно схож с трубой, но явным отличием является в трубе выдвижное колено-кулиссо. Тромбон имеет одно преимущество перед остальными инструментами группы медных духовых. Он единственный, может как бы скользить из одного звука в другой. Все это становится возможным из-за движения кулисы. Покажите, пожалуйста. Спасибо. Сфера применения тромбона очень обширна. Это симфонический, эстрадный, духовой, бэнд-оркестры, джаз, фан и другие музыкальные жанры. И какой бы оркестр ни играл, блестящий и торжественный звук тромбона прослушивается всегда. Давайте мы послушаем, как звучит тромбон, исполнив Валерий Гулявский, арио «Карася» из оперы «Запорожец за Дунаем». Спасибо. 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 Ребята, а что из вас знает, как называется самый массивный медный духовой музыкальный инструмент? Тупо. Тупо. Правильно, Тупо. Мало кто знает, что она является самой молодой в своем севере. Своим появлением Тупо завершила формирование симфонического оркестра. Это случилось порядка 200 лет назад. С тех пор состав оркестра является неизменным. Как вы видите, размеры Тупо немного не впечатляют. Правильно? Да. Если ее попытаться распрямить, давайте мы представим, что мы распрямили эту Тупо. Если попытаться ее распрямить, то получим прямую медную трубку длиной 6 метров. Да. Инструмент издает богатый и глубокий звук. Расход воздуха на Тупо правда большой. Иногда исполнителям приходится брать дыхание на каждом звуке. И по этой причине Тупо причисляют к оркестровым и ансамблевым инструментам. Соло ей доверяют довольно редко. Но в последнее время композиторы делают исключение. Композиторы отходят от этих стереотипов и открывают новые грани этого сурового музыкального инструмента. Давайте послушаем, как звучит Тупо. Сейчас исполнят в периоде Пахлуна, в переложении Григорьева. А исполнит Аркадий Кутинский. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 Добро пожаловать на наш канал!